Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сын 10 лет постоянно тянет время сроками, буду в 14.00, ну еще полчасика, потом еще какая-то причина. В чистом виде с его стороны манипуляция, потому что если начать на него давить, то ты обещал все зла, он начинает говорить, ты меня не любишь, ты зла. Сначала я впустила ситуацию, не делаешь, не успел, ладно, но потом понимаешь, что стали одни тройки и двойки, начала забирать планшет, мол не успеешь за четырех что сделать, планшет не берешь. Толку ноль, найдет другие занятия, не будет делать уроки. Пыталась заинтересовать, нашла хорошее видео, где понятна тема рассказа на стриглых карточек. Посмотрел, что я рассказываю, послушал пять минут, уроки делать не захотел. Дискать мотивацию не знаю узла, я адекватная, не строгая, не мягкая, была бы и четырем рада, но скатился уже на два. Спрашиваю, почему не учишься говорить скучно, но как уроки сделать с цирком, я не знаю тоже. Класс, он работает резко, не записывает ничего, говорила, что учительница, она не считает его глупым, говорит, отвечает правильно, если есть настроение, но писать контрольные и классные работы не хочет, поэтому она ему ставит два и три. В общем, братство весь день тянет время. Братки тянет и тянет. Как выйти из этого круга, какая линия поведения правильная? Ну, честно говоря, ситуация здесь, конечно, интересная. Во-первых, тот факт, что вы не перегибаете палку и, в общем-то, как-то вот хотите что-то менять, вызывает уважение. С одной стороны. С другой стороны, то, что ребенку скучно, ну, говорит о некой инфантильности. То есть, как бы, что такое инфантильность? Да, инфантильность это отсутствие воли, волевого поведения. И это связано, может быть, с тем, в данном случае, что ребенок чувствует над вами глаз. Он знает, что уроки, в любом случае, скорее всего, будут сделаны. Ну, в смысле, вы ему поможете, там, и так далее. И, с другой стороны, здесь как будто бы присутствует с вашей стороны такая история, как, как будто бы гиперопека или что же такое. Вот, например, он говорит, учиться скучно. Вы на это реагируете, как... Я не знаю, что сделать, чтобы обучение было цирком. Но обучение не должно быть цирком. Обучение есть обучение. Вопрос только в том, здесь заключается, что обучение для вашего сына и вся остальная жизнь не связано между собой, не привязано к его интересам. Не привязано к тому, что ему нравится, к тому, что его привлекает, к тому, что у него получается лучше всего. И это странно. Учеба – это не то, чем хочет заниматься ребенок. Но если эта деятельность интегрирована в интересы человека и подтверждена, скажем так, уверенностью, или тем, что можно назвать необходимостью, да, ситуация будет улучшаться. Мне кажется, что и вы, и ребенок относитесь к обучению, как к какой-то обязанности. Вы говорите, я адекватно, я согласен на четыре. А зачем вам четыре? Ну вот, можете ли вы лично объяснить ребенку на понятном его языке, для чего вам его четверка? Или тройка? Или двойка? Ну зачем? Ваш ребенок не самостоятельный, как мне показалось. И вы не самостоятельно тоже. Вы говорите про него, он говорит про вас, и типа все довольны. Ну получается. Но это же не так. В том смысле, что вы можете говорить про себя. Что логично. Вы можете говорить про себя. Он может говорить про себя. Но вы говорите про друг друга. То есть вы не говорите о том, что значит для вас личностно. То, что он не учится. И вы не приучаете ребенка к самостоятельности, к личной ответственности за то, что он делает. Ну например, почему вы разговариваете с учительницей? Зачем? Пусть она говорит. Пусть она реагирует на, так скажем, его проблемы. Вот. То есть как бы вопрос заключается в том, сталкиваете ли вы ребенка в соответствии с последствиями его действий? Ну на мой взгляд, совершенно очевидно, что нет. На мой взгляд. Дальше. Смотрите. Вы пишите. Сын 10 лет постоянно тянет сроками. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Десять лет. Это, скорее всего, третий класс. А, да, где-то. Либо третий, либо четвертый. Не знаю, есть ли в вашей школе четвертый класс. Вот. Три года ребенок уже учится. Три. Вы говорите, что он скатился. Это не совсем корректно. Ребенку перестало быть интересно учиться. Значит, что-то произошло, что-то случилось. Раньше он учился лучше. Вот. И давайте подумаем, что случилось. Давайте переследуем, что могло произойти. Что изменилось-то? Собственно. А по-так, без истории, ну, не совсем понятно. Вот. Может быть, вы хвалили ребенка очень. Окружали его любовью, лаской, заботой, судя по тому, что он говорит, что вы злая, что вы его не любите и так далее. Вот. А потом перестали хвалить его за это. И мотивация пропала. Как вообще у ребенка самостоятельно все остальные дела? Как у вас обстоят дела с реагированием? По крайней мере, вы реагируете только, ну, как надбиратель. По большому счету. Хорошо ли это? Нет. Помогает ли это, ну, вот, в обучении? Нет. Понимаете, да? Следующий важный момент. Мучкая фигура. Мучкая фигура – постоянство и совместное проведение, так скажем, досуга. То есть, общаетесь ли вы, взаимодействуете ли вы с ребенком? Просто так. Помимо, ну, учебы, например. Мне показалось, что нет. Понимает ли вас ребенок? Понимает ли чем и как вы живете? Понимает ли он, что для вас важно? Не в контексте учебы, а просто вообще, что для вас важно. Учеба – это уже следствие. Это не первопричина. Вы делаете ту же ошибку, что и очень многие. Вы учебу, ну, по сути, делаете самоцелью. А это не самоцель. Вот. Ну и, конечно, мужская фигура очень важна. То есть, мальчику нужен ориентир в виде мужчины. Речь идет не обязательно о том, чтобы вы кого-то нашли и там начали строить отношения и так далее. В принципе, подойдет родственник, подойдет ваш друг, неважно. Так, главное, чтобы мужчина был, ну, вот, примерно, там, вашего возраста. Ну и, в целом, отношения вас и вашего сына нужно разбирать, потому что то, что он делает, да, это вот, как бы, следствие, следствие вашего взаимодействия с ним, как бы. То есть, вот, ну, наличие определенных, так скажем, проблем, да, то есть, то, как он привык получать от вас, вот, ну, то, чего хочет. То есть, я не знаю, что, я не знаю, что это, да, то есть, могут быть разные моменты, но, вот, он так бы, он, таким образом получает, вот, то, что ему новое. То есть, то есть, здесь нужно анализировать и корректировать, то, как вы, как вы взаимодействуете с ребенком, в целом. Вообще, ты сам. Вот. То есть, условно говоря, там, если у вас авторитет, ну, вот, оспаривается ли он, если да, то каким образом это получается? Ну, вот. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, интересен. Буду благодарен за обратную связь по нему, по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Ребенка тоже, вот, как бы, мощно направить к психологу, вот. Желательно клиенту центрированному. То есть, это такая, это такое, такая форма работы, вот. Если есть возможность, обратитесь. Ну, или школьный. А, школьный психолог, если обладает такой, такой, таким навыком, вот. Мало ли, может быть, что-то его беспокоит. Вот, я забыл, наверное, еще сказать, что ребенок, он воспроизводит те мысли, идеи, и поведение, которые воспроизводите вы. То есть, если, эээ, он, вот, ну, чего-то не делает, да, ну, например. Скорее всего это сразу с тем, что, вот, он не получает от этого удовольствия. И возникают вопросы, а получаете ли удовольствие от жизни вы? Показываете ли вы ребенку, как это, как это делать? Как получать удовольствие от жизни? Я желаю вам удачи. Вы большой молодец, что обратились за помощью, вот. Но, ваш вопрос, это только первый шаг к решению проблемы. способом закрытия и всяком psychiatrist. По д nu продолжатьarest. Красно, безумodia осво성을 чувствți aqui постоянно свободно, Продолжение следует...